Так, спокойно, без паники. Бежим! Да что ж за день такой неудачный? Да, сначала косметика, потом спортзал, колонка, а теперь еще и пожар. Блин, ну и где они? Время уже поджимает. Девочки, быстрее, мы не можем опоздать на генеральную репетицию перед концертом. Да я стараюсь, это как будто никак не получается. Боже, постарайтесь, мы ведь к этому концерту целую неделю готовились. Девочки, хватит бубнять. Вот именно, давайте просто быстрее идти. Девочки, ну наконец-то вы прибежали. Ну кто опаздывает на сборы перед таким ответственным концертом? Извините, Кейт, просто так вышло, что мы все забыли свои помпоны на детской площадке, где встретились утром. Поэтому вот, пришлось возвращаться. Ладно, я вас сейчас отведу в класс, вы там себе макияж нанесете и пойдете к Арсену Георгиевичу. Прирепетируйте танец в последний раз перед этим важным концертом. Хорошо, Кейт. Все, девочки, удачи. Я пока пойду узнаю по поводу автобуса, который должен отвезти вас в центр города. Спасибо, Кейт. Девочки, помните, мы договорились положить всю косметику в одно место, чтобы потом не искать? Как же не помнить? Это ведь вчера было. Это понятно, но вопрос в другом. Кто-то помнит, куда мы ее положили? Блин, вроде бы такой простой вопрос, а я реально не помню, куда мы ее положили. Вы шутите? Вы реально хотите сказать, что никто из нас не помнит, куда мы положили эту дурацкую косметику? Если честно, нет. Может быть, кучел Кейт в стол? Как? У нее же все ящики заперты после того, как у нее конфеты стащили. Ну, там было все не совсем так. Это были конфеты Венимина Акакевича, который учил Кейт, съела сама. А потом решила перебросить всю вину на учеников. А для правдоподобности решила закрыть ящики на ключ, чтобы ученики у нее больше ничего не воровали. А ты откуда это все знаешь? Ну, если нас поразились в комнату, где хранятся записи с камер наблюдения, можно многое узнать. Да, вот это ты даешь. Это все очень интересно, но давайте все-таки вернемся к поискам косметики. Куда мы ее положили? Да не помню я. На полках ее нет, в столе быть не может. Но не могла же она просто взять и раствориться. Вспомнила. Мы записали эту информацию ко мне в заметке. Как раз для того, чтобы не забыть. Так, вот точно. Мы положили косметику в комод у дверей. И как мы могли забыть? Ладно, пойдем мы возьмем ее. Отлично. Сейчас мы... Стоп. Что? Девочки, у вас то же самое? Моя косметичка пустая. Вот, только разбитая пудра и помада осталась. А у меня только испорченная помада. Куда пропала вся наша косметика? Блин, зачем кому-то надо было воровать и портить нашу косметику прямо перед наступлением на концерте? Пудру разбили, помаду использовали, тушь испортили. И кто это мог сделать? А самое интересное, зачем? Ну что, девочки, вы уже накрасились? Есть, Иван. Вот, полюбуйтесь, Кейт. Что? Девочки, ну где вся ваша косметика? Куда вы ее дели? Кейт, вы правда думаете, что это сделали мы? Зачем это нам? Вот именно. Это не мы сделали. А кто тогда? Если бы мы знали. Ладно, идите пока в спортзал к Арсену Георгиевичу на прогон танца. А я постараюсь найти вам новую косметику, потому что это, ну, никуда не годится. Спасибо, Кейт. Мы пойдем. Арсен Георгиевич, а что у вас случилось? Да вот, сделал мне кто-то такую милость. Весь пол в спортзале какой-то фигней измазал. О, да я вижу, не только нам сегодня. Повезло. А у вас-то что? Стоп, а почему вы еще не накрашены? Вот с косметикой наше везение и связано. Кто-то пробрался в наш кабинет и нашел нашу косметику. Половину украл, а половину просто испортил. Странно, очень странно. Блин, у нас мало времени. Мы не успеем отрепетировать танец. Надо срочно убирать. Арсен Георгиевич, ну какая уборка? После концерта уберете. Неужели это так важно? Да, Ева, ты права. Ладно, я сейчас включу музыку. Блин. Что случилось, Арсен Георгиевич? Кто-то измазал мою колонку в слайме. И она теперь не работает. Да что же за день сегодня такой? Ничего не понимаю. Ладно, давайте без музыки повторим танец. Так, спокойно, без паники. Бежим! Да что ж за день такой неудачный? Да, сначала косметика, потом спортзал, колонка, а теперь еще и пожар. Вот пожарным еще и не хватало. Что-то здесь точно нечисто. Стойте, стойте, это ложная тревога. Представляете, пока меня не было в кабинете, кто-то нажал на кнопку пожарной сигнализации. Как-то это все, ну, очень странно. Как будто кто-то специально пытается сорвать нам наше выступление. Да уж, за сегодня эта мысль меня посещает не первый раз. Но у нас нет времени на обсуждение, пора ехать. Берите из кабинета форму для выступлений и садитесь в автобус, который отвезет вас в центр города. Я возьму с собой косметику и накрашу уже вас там, если время, конечно, найдется. Прогонять танец придется тоже уже там, если опять-таки время на это будет. Ладно, странно это все как-то. Ну хорошо, мы пойдем. Да, девочки, времени у нас мало, поэтому разбираться будем потом. Ну вот, сейчас мы наденем нашу форму, там все отрепетируем, накрасимся и выступим, как настоящие красотки. Так, а где? Ну что, девочки, вы уже надели форму? Эм, простите, Кейт, а где наша форма? Ну как это, я же ее на партах оставила. Ну на партах ничего нет. Да вижу я. Блин, ну почему я не закрыла кабинет? Очевидно же, что если кто-то хочет сорвать наше выступление, то он и форму украдет. Да уж не знаю, почему вы кабинет не закрыли? Блин, я ведь сейчас не найду новую форму, и Арсен Георгиевич тоже. Что делать? Ну что, вы уже готовы? Так, что уже опять случилось? Да вот, формы для выступлений у нас больше нет. Что? Ну это уже точно никуда не годится. Если со всем остальным мы еще как-то можем смириться, то без формы мы точно выступать не сможем. Надо это прекратить и понять, кто виноват, и заставить вернуть все испорченные вещи в идеальном состоянии. Но у нас нет на это времени, через полчаса нам уже надо быть в центре города. Ну а что нам еще делать? Что вы предлагаете? Без формы мы никуда не поедем, это бессмысленно. Лучше опоздать и быть в полной готовности, чем приехать вовремя, но опозориться. Согласна, но как мы определим, кто в этом всем замешан? Да здесь даже думать не надо. Помните, когда я сегодня вам рассказывал историю об уч... Об одном очень хорошем нашем преподавателе. Я упомянула, что у нас в школе есть комната, там где хранятся записи с камер видеонаблюдений. Да, действительно, есть такая комната. Так, стоп, а откуда ты о ней знаешь? Да там история такая интересная, про сладости. Ну, вообще-то... Кхе-кхе-кхе... Вообще-то, система видеонаблюдения подключена и к моему ноутбуку. Так что мы можем все это посмотреть и здесь. А когда мы узнаем, кто виновен, то заявим в полицию. Не надо в полицию. Что? Опять вы? Вы? Мы пошутить хотели. Извините нас, мы не думали, что все так серьезно. Не надо в полицию, пожалуйста. Да что у вас с мозгами, елки-палки? Это не смешно, это тупой юмор, тупой. Смеяться над тем, что кому-то важно, это признак глупости, но никак не крутости или хорошего чувства юмора. Ну вот такое у нас чувство юмора, тупое. Ну что поделаешь, не надо в полицию. Да не сдадим у вас в полицию. Просто скажите, где наши все вещи и все. Шутники. Да школьном подвале все. Вы же на нас в полицию не заявите? Да не заявим мы. Но вот после концерта мы с вами очень серьезно поговорим. Как думаешь, нас за этот постовый сразу с дома выгонят или позже? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok